Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васента. Смотрите сейчас. Финансовый ликбез. В Бобруйском горосполкоме прошло заседание по противодействию коррупции. Контроль, прежде всего, должен быть организован в надлежащем области. Как решить проблемный вопрос? Половая распущенность. В Беларуси ликвидирована сеть порноканалов под управлением несовершеннолетней. Снимала и распространяла порнографию с изображением несовершеннолетних. Куда смотрели родители? Без шашлыков в Беларуси ограничили посещение лесов. Помните, что в сухую погоду достаточно одной искры, чтобы произошел лесной пожар. Что обещают синоптики и когда ждать глоток свежего воздуха? А также зерновая арифметика, счастливые студенты и заторы на границе. Въезд в Евросоюз остается проблемой для большегрузов и не только. Куда ехать точно не стоит. Не все так гладко. Александр Лукашенко поручил системе образования провести работу над ошибками. Глава государства провел совещание о готовности к новому учебному году. Президента в первую очередь интересовали не общие цифры, а широкий спектр проблемных вопросов. На встречу специально были приглашены руководители Генеральной прокуратуры и Комитета госконтроля, чтобы получить от них профессиональную оценку. Меня информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Комитет госконтроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Хотел бы услышать от министра, как решается этот вопрос в регионах и городе Минске с учетом моих поручений. Меня также интересует, как обстоят дела с организацией питания и безопасных условий пребывания детей в детских садах и школах. Александр Лукашенко поручил отозвать из отпуска премьер-министра. И не позднее 25 августа на базе правительства провести заседание с детальным рассмотрением и разбором всех проблемных вопросов. В первых числах сентября все ответственные лица должны будут отчитаться об устранении выявленных недостатков. Администрации президента поручено процесс взять на жесткий контроль с повсеместным выездом в школы и в целом учреждения образования для оценки реальной ситуации на местах. У нас получается, что укомплектованность там в классах по 40 где-то детей, а где-то 20. То есть надо вот сбалансировать здесь ситуацию с загрузкой наших школ, потому что мы все время строим, строим. Люди просят, взяли, построили и радуемся микрорайонный школ. А эти пустуют. Особенно в крупных городах, в Минске прежде всего, это ненормально. Пора заканчивать нам строить дворцы эти, школы и так далее. В зарплату надо денежные средства. Красная дорожка в Каннах отменяется. В Беларуси прикрыли крупную сеть порноканалов. 17-летняя жительница Минского района снимала и распространяла интимный контент с участием несовершеннолетних. Учащаяся колледжа была создателем и администратором 10 закрытых платных телеграм-каналов. Не пренебрегала девушка и ролью актрисы. Родители и педагоги, помните, наряду с угрозами половой неприкосновенности несовершеннолетних интернет таит другие опасности. Обращайте внимание, чем заняты и с кем общаются подростки в виртуальном пространстве. Возбуждено уголовное дело за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего. Теперь ей грозит до 4 лет лишения свободы. Совесть и честность прежде всего. В Бавруйском горосполкоме прошло заседание по вопросам противодействия коррупции с участием заместителя генерального прокурора Беларуси. Особое внимание организации закупочной деятельности. Сергей Хмарук отметил, государственные программы должны быть выполнены прозрачно. Чтобы не допустить внедрения коррупционных схем, стоит усилить контроль всех расходных частей бюджета местных органов власти. В 2023 году проверки соблюдения антикоррупционного законодательства проведены на предприятии спецавтопредприятия, учреждения здравоохранения города, а также спорта и туризма. Как и прежде, особое внимание прокуратуры и города уделяется вопросам соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг как за счет собственных средств, так и за счет бюджетных. Проблемы, которые потом становятся уголовно наказуемыми, нужно видеть на стадиях подписания договоров и формирования технического задания, подчеркнул заместитель генпрокурора Беларуси. После проведения госзакупок лицо, которое выиграло тендер, зачастую заключает дополнительное соглашение, поднимает цену и таким образом нарушает закон. Руководителям предприятия необходимо организовать, прежде всего, должным образом контроль за расходованием бюджетных средств. Торгово-закупочная деятельность – наиболее коррупциогенная сфера в целом в нашей стране, мы это видим. И контроль, прежде всего, должен быть организован надлежащим образом. Нет таблеток от коррупции. В Бобруйске за последние полгода тенденция идет на спад. В сравнении с прошлым годом – минус 23 пункта. Снижение удалось достичь благодаря мерам противодействия, постоянным семинарам и практикумам. К профилактике уделяется большое внимание на каждом из предприятий и организаций города. Драйвер экономики, зеленый транспорт и план компании. Контрольные цифры приема вуза на бюджет выполнены на 98%. Сколько абитуриентов стали студентами? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Уборочная кампания выходит на финишную прямую. Аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Завершение жатвы в южных регионах страны прогнозируют уже к концу недели. Параллельно проходит подготовка почвы под сефа зимового урожая. Темпы в два раза превышают прошлогодние показатели. Также хозяйства начали заготавливать зелен и убирать кукурузу. Промышленность в Беларуси показала рост более 7% за 7 месяцев 2023-го. Предприятия Минпрома увеличили объем производства продукции до 103 миллиардов 200 миллионов рублей. В отрасли наблюдается подъем производственных и финансовых показателей, увеличение вклада в ВВП, рост реальных заработных плат, занятость, улучшение состояния расчетов по кредитам и займам. Электробусы, троллейбусы, трамваи и поезда. В стране активно развивается пассажирский экотранспорт. Доля городского, в том числе метрополитена, по итогам минувшего года оценивается на уровне 27%. В Минске – на 50%. В Беларуси производятся все виды пассажирского электротранспорта, кроме самолетов. Имеются инновационные собственные разработки безвредных авто. План приема вуза страны на обучение за счет средств бюджета выполнен на 98%. В 42 учреждения высшего образования зачислено более 27 тысяч абитуриентов. В среднем конкурс на одно место – 1,4 человека. Прием на заочную форму стартует с 15 ноября. Очереди транспорта на въезд в ЕС сохраняются. Самым загруженным остается литовское направление. Наибольшее скопление фиксируется перед пунктом пропусками Диненка и Каменный Лог. С начала недели сотрудники погранперехода пропустили около 21% грузовиков. Затор перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским Тересполь за сутки выросло в три раза – с 80 до 240 машин. Тест на доверчивость. В стране участились случаи мошенничества. На хитрые уловки злоумышленников попадается каждый второй. Аферисты убеждают так, что люди отдают все до последней копейки. Продают квартиры, машины, берут займы и кредиты на несколько тысяч долларов. Как уберечь накопленное далее? Был знаком один, который дал свои паспортные данные. Но во время мы его отдернули, он сразу позвонил, заблокировал карту. В 8,5 тысяч можно получить денег. Она мне предлагает, что в банке дают такие пособия пенсионерам. Я говорю, ну хорошо. Ну она начала спрашивать адрес там, то потом, когда было написано, скажите последние четыре цифры вашего карточки банковской, я сразу поняла. Я говорю, ты шутишь что ли? Знакомая попадалась. Ваш сын попал в больницу, забрала скорую и все такое. Она звонит мне. Я говорю, ты что говорю? А ну звони быстренько в милицию. Она тут же приходила в Писково потом. Вовремя спохватились. Вера Камышанова чуть не попалась на крючок аферистов. Такие заговорить кого угодно могут, лишь бы получить желаемое. К счастью, знакомая очень кстати дала дельный совет. Мне звонили, спасибо Светлане Юрьевне, что я позвонила, она сказала, прекратите с ними разговаривать. А то уже вплоть до того, что не отключайте телефон, идите в банк и берите кредиты. Я, конечно, в шоке была. Правоохранители не дремлют. На постоянной основе посещают особо уязвимые слои населения, пенсионеров и одиноко проживающих граждан. Внимание уделяют каждому, раздают памятки, разъясняют, как действовать в случае сомнительных звонков и сообщений. В связи с тем, что данные граждане не всегда могут почерпнуть информацию с интернета, как это делают молодые. И уже, наверное, пользуясь случаем, хотелось бы, конечно же, попросить все-таки детей, внуков, для того, чтобы доносили эту информацию все-таки до пожилых о том, что на сегодняшний день достаточно большое количество мошенничеств в отношении престарелых. Только за семь месяцев этого года в отношении пенсионеров совершено 83 преступления, из них 6 мошенничеств, 28 краж. Виртуальные жулики часто представляются дальними родственниками сотрудниками банка. Главное, чтобы жертва повелась. Реакция на любую подозрительную ситуацию всегда должна быть одна – незамедлительно положить трубку и сразу же обратиться в милицию. Не дайте себя обмануть. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Гулять можно, разводить костры нельзя. Во всех регионах страны действуют ограничения на посещение лесов. В нескольких районах входить в массив и вовсе запрещено. Последнюю неделю в Беларуси стоит аномально жаркая погода. Каждый день синоптики то и дело объявляют оранжевый уровень опасности. В таких условиях вероятность возникновения пожаров в лесах максимальная. Потушить такое возгорание крайне сложно. Помните, что в сухую погоду достаточно одной искры, чтобы произошел лесной пожар. Ни в коем случае не выбрасывайте спички и окурки. Не разжигайте в сухую погоду костры. И помните, что их запрещено разжигать под кронами деревьев и на торфянниках. Между полным запретом и ограничением есть разница. Во втором случае в лес ходить все-таки можно. К примеру, не возбраняется сбор ягод и грибов. Но без разведения костров на привале. Также нельзя заезжать на машинах и проводить массовые мероприятия. А это означает никаких турслетов и коллективных выездов с палатками. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Тем временем, по прогнозу, Белгидромета. 19 августа в областных центрах ожидается в среднем плюс 32 градуса. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!